доброго времени суток зрителям зачем гостям нашего канала с вами россии мы продолжаем до продолжаем играть в игру imperial glory уже заканчиваем ребят я вот уже постараюсь вот уже вот совсем немножко серии закончу потому что и так слишком сильно растянули прошлой серии мы в общем выкупили в австрии немножко ее территории ну точнее территория которой она когда захватила но в общем ее территории тем самым мы образовали вокруг австрии кольцо нужно только выкупить пьет монт и я тут подумал что нам было бы неплохо заключить союз с францией хотя бы даже не заключить союз а просто и немножко прикормить деньгами для того чтобы она в нужный нам момент когда мы нападем на форту на австрию чтобы она не сопротивлялась и не лезла так сказать не в свое корыто так сначала давайте освежим в памяти сколько же стоит сама территория пьемонта потому что если честно ребят я не помню так торговое соглашение австриям попросить территорию хочу пьемонт 32000 давайте немножко под завершим ход под соберем наши деньги купим пьемонт и австрии попадет самое плотное кольцо в мире которое только возможно великобритания начинают опять свои движения возле моей границы наверное королевская киска мало получила желать еще нужно будет еще ребята подумать как же нам лучше напасть на австрию ну это понятно что мы вам нападать сразу со всех территорий нужно будет заранее подготовить войска подогнать их границам правильно их рассортировать для того чтобы в час x мы смогли напасть так срок действия оборонительный союз заканчивается хорошо просто знаете я хочу так подвести как бы войска к границам и потом как в звездных войнах люблю эти фильмы по звездным войнам если смотрел что-то помнить когда было выполнить приказ 66 и когда клоны начали убивать и республиканцев то есть мы также сама вот вот мы сейчас дружим да с австрией дружим там в союз вступаем а потом сейчас подойдем границам как бы свои войска и выполним приказ 66 и в один момент просто возьмем нападем как бы на ту австрию таков тем временем австрия предлагает нам оборонительный союз и предлагает аж 57000 знаете это как будто сектор приз на барабане и мы конечно же этот сектор приз берем 57000 получаем так франция ищет возможности примкнуть еще и предлагает нам 22000 давай так у нас 95000 и опять шанс сектор приз на барабане мы просто вот так вот в момент стали самыми богатыми у нас уже не хватает места под деньги поэтому я предлагаю что мы сейчас можем купить всех и давайте давайте купим стать на территории примонт как мы хотели купить попросить территорию примонт 33 подорожала курс валют наверно подпрыгнул соответственно ну ничего отберем 33 предлагаю все дали 57 мы 33 вернули 23 в наваре уже хорошо все это тоже наши примонт как раз на него можно будет потратить денежку чтобы его немножко подлучшить хотя тут на удивление все красиво на удивление так не знаете еще хотел сделать я хотел в нашей столице вот просто ну просто чтобы было знаете я хотел построить вот полностью все знания чтобы наша столица была с вами заряжена по последнему слову техники тут у нас вербуются 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 хорошо так здесь у нас тоже все красиво давайте может еще у франции что нибудь купим или у британии вот эти два острова кстати как да кстати да мы сможем взять как раз попросить территорию 3816 давайте пока вот эту возьмем дать им 15000 вот так вот они ж гордые британцы давайте 16500 отказали ты отказала мне два раза британия не хочу сказала ты ничего я потом к тебе приду ты будешь мне упрашивать чтобы я забрал территорию только оставил тебя в покое таком тем временем давайте лучшим отношения с францией ну дадим им к примеру 1015 те которые нам дали 22 мы дадим даже 16 и мы все равно с вами останемся в плюсе был отринут франция ну не надо так себе вести не надо не надо хорошо ладно улучшить отношения мы уже с францией не можем улучшать отношения после того как мы первый раз сделали неудачно ладно не стоит печалиться вся жизнь впереди сейчас мы еще раз попробуем закинуть так сказать прокинуть удочку во францию потому что я не хочу чтоб франция меня ударила в спину пока я буду вести боевые действия вот тут она может отсюда напасть на меня вот сюда здесь у меня шампань а шампань у меня не сильно укрепленный район понятно что могу кинуть этот орлов ополчение как бы не там всех порвут но не хотелось бы хотя вы знаете наверно иногда надо укрепиться там хоть как-нибудь кого-нибудь чего-нибудь так вот хотя бы вот на всякий случай ребятки на всякий случай потому что лучше перебдеть чем не говорится знаете как торговую гавань я мало денег хочу больше больше денег значит гусары уланы пушку хочу давали начнут эту подавали надёров корабли не надо офицеров не могу офицеров не могу так что здесь у нас у нас здесь регулярная армия все супер-купер классно но читаю в общем я не могу больше строить может нужно будет вывести их подышать воздухом скажем так давайте подождем пока улучшится так пробуем еще раз улучшить отношения с францией хорошо они нам дали двадцать две тысячи мы возвращаем их не деньги они нам не нужны и двадцать две тысячи для них тоже очень плохо хорошо раз вы так хотите значит точнее не хотите по хорошему будет по-плохому будет по-плохому британия опять кидается на мои берега 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 что тут у нас что тут у нас ребята ну если честно это даже настолько несерьезно что я я не знаю ну я даже честно я даже не вижу смысла с ними проводить бой ну потому что селяне вот эти вот несчастная с палками что то есть имеют в том случае проводить бой что не лично командовать мне кажется более рациональным вот если мы просто отыграем но это на в тобой я хорошо хотя я в того не сильно люблю конечно и я понимаю что наверное основной замес у меня пойдет с францией потому что у него селя мне так много поменьше у него даже он конница есть пушечки так что мне кажется надо нам скажем так укреплять и наши фронта с франции пожалуй все таки вот так вот потому что это новая как опять же звездных войнах скрытая угроза мы должны на нее обязательно ответить скажем так так завершаем ход сейчас обязательно нужно будет укрепить эти три области которые ограничатся с францией для того чтобы принять первый удар хотя кстати у них там сразу столица недалеко столица ребята недалеко я думаю я думаю все таки нужно купить у британии территорию за 38 ладно даю 40 тысяч как вархаммер 40 тысяч все британии отдали хорошо так значит отсюда британия сейчас должна будет выбираться а мы кстати сразу взяли 2 что уже не может не радовать посмотрим как же с британия будет выбираться с этого нашего материковой части здесь мы должны с вами подготовить плацдарм для нападения на францию на эти две территории на кастилью и андулусию соответственно здесь нам надо будет подстроить давайте и так подумал можно хотя бы поставить ну скажем так не сильно продвинутых офицеров обрестов нам хватит в общем для того чтобы был вообще полный экшен мы с вами начнем воевать и так подумал сразу со всеми начнем воевать и плевать я хотел просто нападем на всех сразу и будем хохотать безумным смехом потому что как бы мы будем властителями мира и никто не сможет нам сказать типа нет пруссии не нападайте на нас до 4 хода по истечению срока нам им придется покинуть или будет война надо побыстрее мне а все они отъехали уже ребяточки они уже отъехали вот и мы в общем с вами за один ход просто объявляем всему оставшуюся цивилизованную миру войну вводим войска в россию вводим войска везде где только можно и все я думаю это будет славная победа нам наверно знаете даже как нужно будет сделать тут у нас все красиво где-то мои которые покоряли о ее и что это что это такое почему ты один почему ты один братишка вот тебе немножко солдатиков вот нужно сейчас будет сюда тоже подогнать корабли обязательно и когда мы точнее нет не сюда вот сюда британия извиняюсь укрепите свое положение и когда будет приказ 66 мы сразу нападаем на все страны я думаю это будет эпичное и фееричное окончание кампании за пруссию замечательной игре imperial glory и потом нужно будет обязательно решить снимать ли мне еще видео по imperial glory но к примеру за другую страну там за россию матушку тоже британию или все-таки собраться с мыслями и начать снимать empire total war или наполеон total war или к примеру вообще снять шагун 2 тоже в принципе неплохая игра про самураев там мечи кровища все дела так мы пропускаем пока ход ждем 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 жалко что россии нельзя купить ее исходную территорию из комнату точнее ну просто выкупить также сама и в британии вот так срок действия с великой британии подошел к концу элитные казары мы построили в брендельбурге о это мы можем строить самую последнюю самую последнее войско можем строить самое крутое самое классное давайте кстати это сделаем всех остальных пацанов мы загрузим на кораблик на фрегат вот этот на фрегат поппер как мистер поппер вот там вообще-то пропер ну какая разница думаю вы поняли как бы мышечку на миллион так давайте сейчас вот полностью как было комплектуем пацана вот этого вот раз и выводим второго пацана тоже укомплектовал его эти два ребятенка наших они пойдут короче и британии потому что британии тут наверное да смотрите обратите внимание у них крутые пехотинцы то есть смотрите стрелки то есть у них упасы реально смотрите какие пушки ракетницы вот кого ребята надо бояться вот с кем будет не автобой а именно бой потому что стиль вот серьезные ребята британцы на самом-то деле это не австрийцы которые до сих пор ходят с палками в руках так значит что у нас тут в пехоте королевская гвардия элитное пехотное подразделение прусской армии королевские гвардейцы превосходные стрелки но также хороши в рукопашной схватке я думаю однозначно нам нужно будет настроить этих пацанят потому что красавцы от реально королевская гвардия вот я хочу зайти как бы в британию до в лондон коры что по улицам лондона шагала королевская гвардия прусской империи ну как бы чтобы они хозяевов сдалека видели по шапкам черным вот построена что это там порт пьемонте загружаем наших пацанят и перекидываем их да хорошо хорошо перекидываем хоть вот сюда мы их перекидываем ребятки и мы сможем потом их подвинуть дальше конечно обязательно нужно будет укрепить с помощью фрегатов чтобы не было такого поворота неожиданного события как у меня было здесь возле целей объединенных когда я послал корабль с десантом грубо говоря десантом назовем а меня там встретил флот объединенных сицилий и разбил как был в пухи в прах и было очень обидно поэтому я не хочу допускать такой же ошибки и поэтому мы обязательно усилим военное присутствие вокруг великобритании ну чтобы они так скажем не расслаблялись вот так в россии все там что передвигает передвигает свои шашечки пешечки своей будет это ей поможет но мы-то знаем с вами что не поможет тем временем продолжается улучшение улучшение продолжается так денежку нас 14 500 17400 так срок действия договора оборонительном союзе австрия франция истек истек это хорошо что же вы будете делать дальше ребятушки ребятки а дальше они наверное предложат нам опять союз мы опять его подтвердим этот союз и после этого опять эти деньги потратим на то что купить у них каких-нибудь территорию знаете от принципе о 32 тысячи франция считает что нам нужно заключить союз хорошо кстати 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 ребята сейчас будет очень удобная позиция пока мы с францией в союзе если вдруг франция не пригласит к нам австрию мы можем сейчас прям ребят прямо сейчас сейчас я дам вам action прямо вот сейчас мы можем напасть на венгрию территорию венгрии галицию и богемию тем самым оставить австрию только в самой австрии то есть в вене отлично я считаю это просто отличнейший план давайте мы с вами так и сделаем значит правда все к нам ополчаться ну я срать хотел давайте вот так сейчас выведем сюда наш флот и короче мы нападаем на нападаем на нападаем на нападаем на францию на австрию давайте сейчас тут мы видим сразу войска подготовим их к наступлению соответственно этих ребят подгоним сюда сразу выведем поляков хотя поляки у нас еще до конца не укомплектованы но ничего страшного у нас есть откуда вы их поддержать выводим войска вот тут вот просто знаете этот план родился только прямо сейчас и сейчас у прямого буду я выполнять этот план на всякий случай подстрахуем наших тут братишек тоже как же как же ты укомплектован укомплектован парашей но укомплектован я думаю мы сможем сдержать нападение здесь давайте тут мы выведем солдат и не мы хоть сюда на поддержание штанов здесь у нас немножко солдат есть давайте подстроим еще отрядиков кавалерию соответственно и давайте выполнить приказ 66 дробь 1 это под часть этого приказа значит так на венгрию надо сделать особый уделить особое внимание да я объявляю войну вот так вот завожу сюда войска эти пидорасы могут пойти в ответ но я думаю не пойдут потому что мы к примеру можем мы к примеру можем укрепить хотя нет ребята нет 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 я так рисковать не буду давайте заводим вот этих и вот этих вот этих заводим сюда текс здесь у нас два отрядика вот так вот перебрасываем ребят я знаю пойдет как подкрепление хорошо давайте на всякий случай тоже пойдет как подкрепление чисто вот чтоб перестраховаться скажем так и давайте опять же на всякий случай поэтому подкрепление если что успеет вернуться так на этом наш ход закончен мы в принципе сразу можем ударить и по столице давайте пока разберемся с этими ребятками так первый сбой будет происходить на галиции ребят нету смысла давайте нет не будем лично сражение минус соответственно так наши потери 96 человек из 700 приемлемо более-менее так здесь у нас легкое сражение вот тут у нас легкое сражение но видите как давайте лично лично в нем поучаствую потому что я не хочу доверять данной ситуации компьютер потому что в принципе хоть он и пишет легкое сражение но почему-то армия 600 на 600 практически поэтому будут слишком большие потери так мы должны захватить венгрию это богатая земля чрезвычайно важна для империи после этой битвы наши имена войдут в историю спустить с цепей псов войны вот это мне нравится как преподносится конкретно наши воины псы войны псы войны уже спущены нам предстоит уничтожить все силы противника столь опрометчиво решившего встать на нашем пути эти трусливые крысы наверняка будет скрываться в зданиях вроде этого дома учтите что эту позицию можно атаковать с нескольких точек вот понятно так враг может подпрятаться и в башне короче какая разница ребята это мои красавчики да они практически они очень похожи красопедочками и так давайте я не хочу ничего разворачивать давайте мы просто сейчас начнем двигаться вперед и нет мы скорее бы уже построить пехоту точнее пушки с лошадьми которые будут катиться пушки будут катить точнее лошади будут катить пушки и тем самым не будет легче потому что очень очень долго знаете ли происходит это переброска моих войск они все красивенько так выстроились чтоб я их просто-напросто с пушек мог расстрелять что в принципе не может не радовать давайте от пушки а прям хочу так вот близко близненько близненько подвести но не нужно забывать и за основную армию при всем при этом как я понимаю у меня еще где-то стоит там подкрепление ребят так давайте сейчас я чуть помедленнее сделаю саму игру скорость мы уберем давайте начать вот так вот просто просто пока выстроим наши отряды вот так для того чтобы в момент нужды мы могли их просто вывести вперед и они открыли такой себе залп тем самым остановить подвижение противника в сторону наших пушек спасибо одному из подписчиков нет к сожалению этот парень вроде не мой подписчик но мне подсказал такую мысль что если войска как бы стрелки стоят за друг другом то когда стреляют задний отряд он попадает в спины своих товарищей что в принципе это то есть потери на ровном месте и возможно действительно так нужно проверить знаете я хочу вот этих выделить вот так вот и вот эти хочу выделить вот поэтому это конечно нужно было бы проверить но сейчас не хочу это делать и кстати ребят заходите в официальную группу точнее самую большую группу по империал glory вконтакте я ссылочку оставлю под видео там действительно сидят фанаты там ребята решают между собой разные вопросы типа как решить ту или иную проблему запуском игры где лучше там найти игру кто хочет создать по сети и так далее поэтому если вам нравится империал горе обязательно заходите в эту группу вступайте активно участвуйте в обсуждениях но только не нарушайте правила конечно потому что будете нарушать правила получите наказание соответственно это понятно так давайте заодно уже раз мы все так уже остались всех размечу делаю это первый раз за всю прохождение империал горе здесь я назначаю на отряды и цифрки типа там эти ну все таки уже почти уже заканчиваем нашу наше прохождение поэтому надо быть готовыми ко всему так это конечно не нравится это так что там пушки расскажите мне пожалуйста гаубицы вы уже достанете или нет чисто нечисто ради интереса разложитесь и открыть его насколько мы достаем все ясно собираемся и монатки ребята двигаемся еще ближе я извиняюсь что так затягиваю просто хочу так попытаться не хотя бы чуть-чуть по тактике хотя бы чуть-чуть ребят давайте комиксу выстроим все таки она у нас стреляющая конница на ниже себя не таких давайте короче вот выстрелили вот так вот что она могла пафосный так подъехать и пострелять так выдвигаем наших ребят вслед за пушками я не хочу оставлять ушки без прикрытия соответственно так это у нас конница так пускай выстроиться мы сейчас обязательно попытаемся нашу конницу завести куда-то вон туда для того чтобы резко и молниеносно просто как бы ударить в тыл врага нашего наши стрелки отчаянно ребята подходят давайте еще чуть-чуть подвинем наши пушки буквально вот буквально нам на пушечки под подвинем немножко вот так и соответственно сразу же сразу же с нашими пушками кидаем наших солдат батальон вот так вот батальон так наши ребятки конница наша готова тоже так подвигаем так как и почти у нас на позиции давайте их еще сюда немножко так я думаю все пушки домой приехали выбираем их раскладываем и открываем огонь по гренадерам соответственно готовим наших стрелков атаковать по возможности есть батарея наша попала наконец-то наша батарея попадает теперь мне интересует вот сюда а теперь делаем хоп значит мы сворачиваем ребят вводим вот сюда так значит мы этих готовим давайте оценим с вами ситуацию на поле боя кто тут у нас остался гренадеры гренадеры значит отряд сюда 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 так значит нашу конницу я предлагаю вывести которая стреляющую конницу я предлагаю вывести вот сюда причем на быстром шаге так начались выстрелы соответственно конница подстроилась конница открыла огонь на полном ходу бежит сюда бегут крестьяне с палками выбираем пушки пушки распадываем и открываем огонь вот по этим примерно отлично отлично почему конница остановилась вперед вперед ребят пушечки вперед все кидаем их ближний бой тебе не матери конница пошла давить хорошо отрабатываем здесь ушки прекратить огонь у час своих нахер по убиваете отлично вы просто ополчение расстреливаем как вообще на расстреле просто на казни что не может не радовать пушки арендун-дон отсюда вообще пытаемся валить не хватало чтоб еще вас крестьяне палками набили по лицу все таки 11 пушек мы потеряли ребяточки да нет мы спасли они не добили в принципе я считаю что у нас наверное минимальные потери вместе попробовал компьютер то потери бы и были бы больше мы перебили армию неприятеля победа сейчас посмотрим на статистику но я думаю что статистика будет радостной относительно для нас хотя на войне статистика не может быть радостной потому что люди погибают и это очень очень печально слава богу что эта игра и мы не управляем реальными жизнями потому что я был очень плохим и командиром наверное так мы захватили и наши потери составили 79 учитывая что у них почти на 100 человек было больше так и остался последний кусок и после этого мы можем предлагать мир легкое сражение ну вот здесь до 800 против 256 и я думаю не стоит мы можем на автобой это отыграть принять принять соответственно так австрия вступила нет я не хочу драться здесь и не хочу драться тут пускай они уходят австрия он до напала в ответочку и равна ребятки равное сражение но у меня жена ездники на верблюдах ребят но раз это равное то давайте я лично буду командовать потому что компьютер может сыграть не в мою сторону как обычно но я думаю сейчас мы с вами затащим эту каточку так ах венеция родина великих мореплавателей и купцов теперь это наши владения как смеют эти захватчики лезть в наши земли совершенно согласен с этим текстом ребят правильно категорически перед нами стоит задача полностью уничтожить вражеские силы для этого пользуйтесь укрытием на поле боя к примеру малый дворец отличное место позволяющие отбить любую атаку что мы с вами в принципе сделаем ладно сегодня хочу я тебя слушать значит я хочу сразу арабских стрелков начать сражение арабских строков мы сразу кинем вот сюда причем арабские стрелки аж проехать на нашем языке по красоте пушки перекидываем сюда и сейчас мы попытаемся с помощью наездников на верблюдов наших этих красав красавцев арабов попытаемся наказать вот эту шушеру в принципе даже верблюдятина и моете справиться с этим заданием но давайте повоюем таки нас напали а мы должны типа отбиваться к тюгу нам так страшно углу не нападайте на нас пожалуйста так значит сразу делаем им даем им указание сразу бить со своих огромных ружей по поводу без повода кстати вот сейчас оторвались два отряда и сейчас мы с ними покончим вы сюда садитесь и пушку сюда я думаю если пушки по нам не будут стрелять то мы принципе можем по быстренькому разметать этих козлов о нет все 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 ребятки мои устали мы устали мы устали мы писали мы писали наши пальчики устали давайте потихонечку двигаемся и нападаем резко вы давайте тоже потихонечку двигайтесь идете 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 обретите внимание у нас здесь почему-то пониженная они в каре и наши убежали ну это было тот же самый прикол что завязали быть тоже самый был прикол что и в той прошлой серии когда помните я бросал тоже не помню кого-то из своих на врага и они просто разворачивались и убегали тем тем временем наша пехота медленно шагает здание потому что они почему-то ребята не уверены что они захватят сто процентов так это пехота у них вообще минус 13 они вообще как обосраны бегут от нас на полном ходу мы разобрались это пехоты и теперь займемся потихонечку пушками конечно же да мы ударили да мы навязали бой отлично мне кажется наша пехота даже в этом бою не вы не произведет ни одного выстрела что-то мне так кажется и те с нашей верблюдятины побегут давайте быстрее добивайте вас тут пушки выстреливает нет наши любят ли не побежали через мост ребята не побежали через воду какая нам разница в общем это гг где здесь компьютер увидел равные силы я не знаю ладно равные так равные а нам пора с вами заключать союз с австрией говорите мир дружба жвачка братан давай дружить давай он скажет такой ну ладно и согласен он-то согласится территории то мы его оставим себе и австрия в принципе ребятки уже превратилась в россию ну я имею ввиду по территории по силе соответственно все-таки австрия нам навязывают бои в море нет не навязывает они передумали они передумали ребята так великобритания что-то там бразеет так просвещение исследовано это хорошо ячейка сопротивления позволяет освободить нейтральную страну о нужное дело нужно миссия тысячи сто тысяч сыновей святого луиса теперь доступна подробности вы можете увидеть в окне миссии хорошо мы с вами предлагаем мирный договор для австрии за 800 ну давайте им дадим 881 копейку они согласились это хорошо мы только что заключили и получаем галицию венгрию и богемию все австрия карачу тебе церетели так возвращаем наши войска обратно на границу с россией матушкой соответственно здесь мы так вот раскидаем чуть-чуть вот так вот вот так вот этих ребят мы тоже можем заводить обратно они нам больше не понадобится соответственно хотя вот эту бы территорию нет эту территорию мы останемся охранять вот так вот фух ребятки это было австрия давайте сейчас под завершение чтобы нам было все таки более давайте купим попросить территорию я хочу ирландия сколько 21000 23 20 82 смотрите мы ему за 82 тысячи можем купить аж вот этот огромный целый кусок давайте мы с вами накопим эти деньги сразу купим я считаю это просто оболненное приобретение покупаем все эти территории всего лишь за 82 тысячи рублей 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 копеек в общем золото и в любом случае считает обалденно выгодно и я думаю ребят что мы в следующем видео мы с вами закончим играть в империал глории за пруссию и мы закончим с вами абсолютной победой а с вами был росси спасибо за просмотр и ставьте обязательно обязательно вот за империал глории просто вот ребята просто must have надо обязательно поставить лайки много причем надо обязательно много просмотров потому что это все таки империал глории которые к сожалению подходят к концу подписывайтесь на канал опять же ставьте лайки спасибо что вы с нами очень приятно увидеть ваши комментарии очень приятно видеть новых подписчиков обязательно позовите своих друзьяшек подруг всех просто все чтобы смотрели империал горе и остальные игры которые у нас выход на канале с вами был росси всем пока ребятки до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok